Маскарадная коллекция под вуалью пандемии. В музее игрушки открылась выставка в дни карнавала. Отправной точкой для концепции стала работа непрофессиональной художницы-фельдшера скорой помощи Марии Виноходовой. Татьяна Бажанова оценила экспозицию. Веселые, нарядные, тревожные и устрашающие. В мире карнавальных масок каждому произведению свое место. В музее игрушки собрали маскарадную коллекцию. Вдохновились венецианским карнавалом. В зале около 30 работ петербургских мастеров. У нас получилась такая неоднозначная выставка, которая действительно, скажем так, была создана для того, чтобы разные эмоции испытывали посетители. Ведь на самом деле положительная эмоция от карнавала как такового, от культурного явления, от Венеции, она ведь не должна портиться из-за того, что происходит в мире. Не только карнавальные, но и медицинские маски вошли в экспозицию. В музее уверенная пандемия изменила восприятие когда-то праздничного аксессуара. Но и из средства защиты можно сделать произведение. Вот, например, работа арт-директора музея. Декорированная медицинская маска. Медицинская маска за последнее время стала таким просто привычным атрибутом, аксессуаром. И появилось огромное количество масок, которые все увидели. С пайетками, с тразами, с рисунками, с какими-то лозунгами, с заявлениями. И, в общем, так полноценный аксессуар. Ну вот это такой современный гламур. А центральным экспонатом этой выставки называют это произведение. Чемного доктора создала фельдшер скорой помощи Мария Виноходова. Кукла-марионетка. Рефлексия событий минувшего года. Татьяна Баженова и Игорь Кочаровский. Телеканал Санкт-Петербург.